Всем привет, с вами Дмитрий, мой канал Мэйнэн Холланд. Вот смотрите, вот видите, вот огромное количество людей. Я вам сейчас что-то просто, вы даже никогда не отгадаете, куда все эти люди идут. Вот просто напишите или произнесите вслух, куда могут идти эти люди. На концерты, в кинотеатр, в город или еще куда-то. Вот смотрите, видите, стоят направляющие люди, в форме направляют. Вы даже, вы даже вот просто не представляете, я сам, ну просто не знаю, узнал про это все. И сейчас я вам все покажу. Я вот иду, я буду, вон такое, ну быстро расскажу какие-то новости про Нидерланды. Вот смотрите, до сих пор вот сколько народу идет. Это я уже в конце пришел, да, просто нога там что-то болела. И они, ну это было с 10 утра у нас все это открылось здесь. Вот видите, огромное количество людей. Ну вот, какие новости. То, что мы в эту пятницу, 6 сентября, тем в Мексику, что-нибудь поснимаю. Может быть, кому-то будет что-то интересное про Мексику, в Канкун конкретно мы летим. Вот, вы напишите, я могу вам там узнать цены. Пожалуйста, все узнаю. Стоимость заправок, стоимость такси. Я это вам все расскажу, опишу, кому любит путешествовать. Сам также узнаю от других блогеров. Все это спрашиваю. Мы там взяли 3 экскурсии, 4 дня. 4 дня мы будем летать, ездить по этому полуострову Юкатан. Ну, друзья, все эти тысячи людей, которые сейчас вы видите, просто видите, огромные. Я сейчас могу показать в разные стороны. Дело в том, что я уже в городе Гронинген. Вы, наверное, этот город знаете по то, что здесь добывали очень много газа. Но потом это все сейчас прекратилось. Ну, и где-то, может быть, в новостях, когда проскакивал Гронинген. Город такой есть в Нидерландах. Так вот, смотрите. У нас 7 лет подряд строилась огромная развязка. Просто она очень огромная. Мегапроект был здесь. Вот. И сегодня состоится пешеходное пока открытие туннеля. Вот. Видите, вот все эти люди пришли на открытие этой развязки. Но сама развязка, она как бы вон в той стороне. Вон там будет развязка, вот большая, там трехуровневая развязка. Вот. Очень все это по высоким технологиям все это сделано. Все это озеленили. Вот. И людей пустили в сам туннель. Вот здесь сейчас туннель. Просто я вам рассказываю. Может быть, это будет интересно. Мне самому было это просто безумно интересно наблюдать за этим. Каждый год я ездил вон там по этому мосту на работу. Вот. А, еще вот смотрите. Я вам в предыдущих видео рассказывал. Он тут, видите, маленький мост оставили. Вот, видите, вот этот, который я сейчас вот. Вот, показываю. Вот. Это сделают как декоративную для цветочницы. Представляете, это было большое... Ну, здесь раньше шла дорога, то есть мосты. Вот этот мост. То есть машины ехали по мосту. Его весь разрушили, разобрали. Вот. И сделали туннель. Этот туннель сделали только для того, чтобы вон там лес справа и лес слева соединить эти два леса. Вот. И вот представляете, голландцы какие. Вот представьте, надо было додуматься, вложить кучу хрену, он знает, кучу денег. Вырыть эти туннели. Ну, они, конечно, сделали съезды с этого туннеля. Но, в основном, это сделали туннель. Потом сейчас вот здесь деревья докопают вот сюда. Вот. И соединят лес. И плюс вот этот мост, как я уже сказал, он станет такой цветочницей. Посадит цветы, разукрасит его все. И будет просто декоративный такой мостик останется, пролет один. А, смотрите, выступает какой-то оркестр. Вон, видите, сколько людей пришло и посмотреть. Я считаю, что это надо с таким торжеством открывать вот эти все стройки. Потому что люди отдали свои силы, средства. Вот. Все это строилось здесь просто. Вот. Посмотрите, как вот действительно все строится. Вот у нас были немцы, ну, русские немцы в гостях недавно с Берлином. Они говорят, что в Берлин приглашают иногда голландцев, архитекторов, сори, архитекторов приглашают, чтобы они какие-то дома интересные делали. Потому что у них очень сильная школа. Видите, оркестр, смотри. Смотрите, да, ну, смотрите, качество, конечно, молодцы. Денег, конечно, улетело сюда просто. Потому что, смотрите, начи, когда делается этот проект, ну, составляется там смета, там, сколько стоит это все будет. Вот. Ну, потом начало все эти дорожать. Бензин, там, дизель, стройматериал и так далее и тому подобное. И все это начало тоже, соответственно, стройка эта вся стала дорожать. Но, тем не менее, все закончили в срок. Посмотрите, вот 1 сентября, то есть это завтра, открывается здесь движение. Сегодня еще здесь только, ну, люди вот ходят, смотрят на работу, произведение искусства. Серьезно, это только такое. Вы можете, может, где-то в Амстердаме увидеть. Вот. Извините, может, сейчас чуть-чуть ветер. Ну, снимай так вот, как снимаю. Ставьте лайки уже. И вот смотрите. Вот, представляете, вот, смотрите, вот туннель. И здесь нету, если вы обратили внимание, нету вентиляционных моторов. Ну, крутятся такие, знаете, вентиляции. Они сделали прерывистым. То есть, смотрите, туннель идет, идет, идет. Вот я прошел метров 300-400. Он заканчивается, сделается вот такой вот воздух для воздуха. Место открытое пространство. Вот. То есть, сейчас я вот иду, и воздух просто идет, сильный воздух. Он сделан так, чтобы они высчитали, чтобы воздух сам циркулировался в этом туннеле, чтобы не надо было применять всякие электрические там вентиляторы. Видите, картина какая потом, чтобы лес соединиться, то сделать город еще больше зеленым. Ну, и вот, смотрите, кто поедет. Это, вот, в ту сторону он Асен. Город есть из Волы, тоже вы знаете. Есть Амстердам, можете попасть. Амстердам есть. Можно отсюда попасть, Амстердам, через дорогу А7. Вот, она идет по дамбе. Ну, дамба, у нас есть такая насыпная дамба, которая, это между морем и озером. Вот. И можно попасть по А28 дороге. Вот. И, то есть, это надо на Зволу сворачивать. То есть, если вы, допустим, едете с севера, с Бремена, допустим, откуда-то, в Голландию заехали, да, вот, вы обязательно прорвитесь через этот туннель, если вы, допустим, куда-то на юг едете. Друзья, смотрите, вот такой шлагбаум построили. Вот, если что-то, допустим, случится, авария какая-то, да, и вам надо с одной полосы на другую переехать, ну, на встречное движение, вот, видите, вот такой шлагбаум. Здесь асфальт, здесь реально, посмотрите, просто асфальт. Ну, реально можно проводить в этом туннеле, в этом... Да вообще и в Хронингене, в дороге просто, Формула-1, серьезно, просто. Если я вот сейчас покажу вам асфальт, все, он с дренажной, все выполнено, как положено. Смотрите, сколько земли освободилось. Кажется, ну, там, 2-3 квадратных километра земли освободилось. Для Нидерландах это просто на вес золота. 2-3 квадратных километра земли, это может сразу вместиться энное количество людей. Но они хорошо тут не людей будут смещать, а, как я уже сказал, до этого зеленое насаждение будет сажать деревья. И смотрите, когда этот строился тоннель и мега-развязка, так строилось еще и под ними туннель для велосипедистов. А как же без этого? Сейчас я вам проеду, покажу, какие еще растения посадили. Это же не просто так сделали развязку голландцы. А вот, они просто насадили столько всего зеленого. Ты просто в этой развязке едешь, как будто в каком-то тропическом лесу. Сейчас солнце немножко отсвечивает. Видите, вот такие вот решетки они построили. Сейчас вот там со временем, год-два, это все зарастет. Уже практически, вон, видите, как вьющиеся такие растения посадили, чтобы это все стало зеленым. Вот, ну, а здесь, конечно, надо, так как вот дом рядом, вот, они поставили суммозащитные такие ограждения, чтобы шум от проезжающих машин не тревожил людей. Вот, это все построено, посажено. Видите, здесь трава не кошена, это все растения сидят, чтобы оставались эти комары, насекомые различные, чтобы потом птицы кушали их. Потому что в Нидерландах большая проблема и с ежиками, и с птицами, которые кушают насекомых. Достраивается вот еще вот что-то так вот, вот, вот так вот, видите, как выглядит. Вот, я показываю, стараюсь ехать на велосипеде, хотя нельзя ехать и снимать видео, но я вам, мы, подписчикам, специально это делаю. Вот, это все построено, вот это все развязки, съезды, вот эти все мосты, все это новое построено. Вот, видите, я хочу показать что-то очень позитивное из Нидерландов. Еще один мост, который построили, видите, какой широкий. Вот, там еще одна развязка не достроена, но она основные открыли. Имеется в виду, что основной открыт, а вот это еще они достраивают, съездно в центр. С одного стороны в центр закрыто еще, вот, видите, она достраивается в стадии. Вот, ну, это все потом уберется и уже... Вон еще мост, я еду на велосипеде. Вот здесь я на велосипеде еду по велосипедной дорожке, то есть один мост построили, потом он второй съезд и третий мини-мостик, вот, видите, для велосипедистов. Вот, мы бейбим мостик, просто ветер сейчас, сори. О, видите, какой мы, как высоко подняли этот мост. Сейчас ветер, конечно, сильный, сори. Вот еще один маленький мост для машин тоже, это он для машин. В общем, вот такое вот немножко, может быть, информативное видео я вам показал. Если что, ставьте лайки, кому это все понравилось, делитесь моим видео с другими своими товарищами, буду вам очень признателен. Все, спасибо за внимание, с вами был Дмитрий, пока! Пока!